Добрый день! Сегодня хочу рассказать о отравлении печатных плат в персульфате аммония. Для начинающих начну сначала создание печатной платы и расскажу вкратце о процессе до конца. Начнем с того, что нам понадобится фотошаблон. Есть две технологии по созданию. Это с применением фотобумаги, как в данном нашем случае, так и с применением фоторезистора. Я предпочитаю использовать фотобумагу, так как это менее затратный способ и для мелкооптовых партий он подходит больше. Итак, что же нам надо? Нам понадобится программа SpringLoud, либо другая аналогичная. В ней мы разрабатываем макет, затем печатаем на обычном лазерном принтере, на фотобумаге. Как мы видим, это обычная фотобумага формата 10х15. Я покупаю обычно 100 листов в пачке. Так получается дешевле. В ней хватает на очень долго. После того, как мы распечатали фотошаблон, мы его вырезаем. Получаем вот такой вот листик. Затем мы отрезаем нужный нам размер текстолита. Отрезали. Поверхность меди зачищаем мелкозернистой наждачкой. Кто-то использует ластик. Я использую наждачную наждачную кнопку порядка 1000-2000 зернистостью. После того, как мы зачистили поверхность печатной платы, мы берем наш фотошаблон, прикладываем, прижимаем слегка пальцами и поверхность проутюживаем, стараясь так, чтобы при первичном касании плата не стрелилась. После того, как буквально утюг должен быть на максимум при этом. Это делается буквально в течение минуты, стараясь так, чтобы равномерно разладить всю поверхность. Затем тоном, находящийся на фотошаблоне, прилипает к полиге на текстолите. Затем нашу плату мы несем в воду и под тонкой струей воды понемножку массируем пальцами, скатывая бумагу. По итогу мы получаем плату вот такого вот в виде. Это уже немножко подсохла бумага, точнее от нее осталась. Это беленькая, это глянцевый слой бумаги. Да, кстати, забыл сказать, бумага должна быть глянцевая. Не берите матовую. Бумага должна быть глянцевая. Плотность, чем меньше, плотность фотобумаги, тем лучше. Тем меньше вам просто скатывать придется. Разницы никакой нет. Просто плотнее она дороже. Ну, собственно, теперь перейдем к самому процессу утравления. Тут тоже, опять же, ничего сложного. Нам понадобится киросульфат аммония, вода, кастрюлька. Ну, все. Я разложу... Это раствор не первой свежести, но первоначальный раствор прозрачный. Я разложу из расчета 130-150 грамм на литр воды. Затем подогреваем раствор до начала кипения, но не перегревая его, так, чтобы градуса 80 было. У меня уже раствор изначально был подогрет. И затем опускаем печатную плату в этот раствор. Все. Процесс травления пошел. В той дозировке, которую я использую, плата травиться будет порядка 45 минут в час. При увеличении дозировки до 1,5 отравление будет происходить быстрее, где-то минут за 15. Но при этом качество платы будет хуже, потому как дорожки будут менее ровные и на больших участках будут видны выбои. Таким образом, в такой дозировке я использую, раствор менее агрессивен и отравление происходит более спокойно. Далее мы посмотрим, что будет происходить с платой в процессе отравления. В процессе отравления плату я перемешиваю вот такой вот керамической ложки при периодичности где-то раз в 10 минут, дабы сбить пузырьки. Наш процесс вышел на финальную стадию. Как видим, как видим, на ушке уже почти протравились. Постепенно по краям разъедается. Осталось, может быть, минут 10. Прошло полчаса. Прошло ещё какое-то время и процесс отравления нашей платы полностью подошёл к концу. Теперь мы извлекаем плату и промываем её в проточной воде. Вот что у нас получилось. Это вытравленная плата. Затем мы её чистим от тонера. Кто-то предпочитает механическим способом при помощи леслия, кто-то при помощи ацетонной тряпочки. Мне больше механически нравится, так как я её не знаю. Затем мы плату сверлим и окончательно защищаем шкуркой. И в конце у нас она получится вот так. После того, как мы отсверлили и зачистили плату, мы переходим к её ужению. Для того, чтобы заложить плату, нам понадобится в первую очередь это вода, кипящая в кастрюльке, лимонная кислота, сплав розе и специальная кисточка, сделанная из оплётки, закреплённой на палочке. Итак, что мы делаем? Мы добавляем, привязывая чайную ложку лимонной кислоты в кипящую воду и кидаем туда несколько бусинок эксплуатации. Играет музыка. После обложивания плата выглядит вот таким образом.